Величие Творца По поводу первой претензии — величия Творца. Можно ли величие Творца получить только от товарищей? А от кого ещё? Если только от товарищей, то мы знаем, что сила, которая может подействовать на человека — это зависть, желание почести и тщеславие. Это выводит человека из мира. Так вопрос по поводу зависти. Бывают состояния, когда есть зависть, и это ощущение зависти, оно неудобное, и ты как бы начинаешь опускать товарищей, только чтобы не завидовать. Но бывают такие состояния, когда тебе не удаётся опустить тот самый фактор зависти, зависть съедает тебя. Как прийти к такой зависти, которая съедает тебя в десятке? Это другая запись зависти, это хорошая зависть. Когда ты говоришь спасибо Творцу за то, что он тебе показывает такой пример, товарищи. И тогда у тебя есть возможность для продвижения. Есть примеры, и я вижу, что это хороший пример у товарищей, но эта зависть не вызывает внутреннюю подвижку. Она не вводит тебя из зоны комфорта. Это потому, что неправильно её принимаешь. Как принять правильно? Ну, не знаю, как мама или папа обращаются к маленькому ребёнку. Посмотри на своего товарища, посмотри, насколько он большой, сколько он всего хорошего делает. И как он... Учись у него. Это хорошая зависть. Так это что-то, в чём я тоже завишу от товарищей? Ну, так они тебе это и показывают. Они тебе это показывают. То, что ты изначально хочешь всё это отмести, потому что это неприятно, то это неправильно. Но это не решение, я этого не хочу. Я, да, хочу принимать примеры, чтобы это заставило меня двигаться. Я хочу получать хорошие примеры. Я не чувствую, что это заставляет меня завидовать, потому что ты не хочешь получить. Принять пример. Потому что тебе неприятно. Так а что нужно изменить в своём отношении по отношению к товарищу, для того, чтобы это пробуждало его зависть. Любить товарища, уважать товарища, поскольку он показывает хороший пример. Понятно.